Доброе утро, дорогие телезрители! Утро должно быть приятным, как радуга светлым и ярким, и обязательно добрым, волшебным и легким. Надеемся, именно так выглядит ваше сегодняшнее утро. Спорт и активный образ жизни – это основа и залог крепкого здоровья. Я думаю, что каждое утро нужно начинать с утренней зарядки, которая позволит не только проснуться, но и зарядит вас энергией на весь день. Доброе утро, Уральск! Меня зовут Асан, и это разминка в стиле хип-хоп. Поехали! 5, 6, 7, право, 8. И то же самое на ритм. И ритм. Отлично! Всем отличного настроения! Спасибо, что были с нами! Пока! Айдана, осы мені көптен, мазалап жүрген бір сұрақ парасу, оны койсам саңын қалай қарайсын. Да, можно. Осы айелдер қауымы, қыздар жалпы, гүлдерді неге он отыд? Ну, они очень красивые, вкусно пахнут, и их очень приятно получать в подарок. Негізнен, бұл сендердің айелдер қауымының қанда бар екен. Ежелігі заманда адамдар жабайы табиғаттың ұмыр сұрдығы, басымана ештеңі бұл ұған жүрген бір ұл қыздар. Да, женщины изменились внешне, но любовь к цветам не прошла бесследно. Цветы долгое время считаются одним из самых универсальных и любимых женщинами подарков. Букет цветов может сказать многое, улучшить настроение, скрасить даже самый хмурый день. Дарить цветы – настоящее удовольствие, и не стоит ждать традиционных праздников, чтобы подарить букет цветов дорогому человеку. Но почему же женщины так любят цветы? Потому что это, наверное, красивое, нежное творение природы, которое у многих даже ассоциируется с женственностью и невинностью. Или же потому что цветы – это каждый раз приятный и желанный подарок. Есть совершенно другое, более практичное объяснение. Оказывается, значение цветов не ограничивается лишь банальной расшифровкой по цветовой гамме и композиции букета. Все намного глубже, и любовь к цветам у женщинам зарождалась еще миллионы лет назад. Тогда климат на всей поверхности земного шара был теплее, чем в наши дни. И разнообразие растительного мира удивило бы нас. С приходом весны у первобытных людей наступала совершенно другая жизнь. Ведь кроме тепла, весна приносила еще и множество съедобных растений. Мужчины собирали цветы и относили их к женщинам племени. По сей день цветы – один из самых популярных подарков. Так что дарите любимым цветы, не дожидаясь весны или особого повода. Скейтбординг – это экстремальный вид спорта, суть которого заключается в виртуозном выполнении трюков на специальной доске – скейтборде. Да, скейтердің, немесе скейтбордисты, солардың ең негізгі құралы – ол борт. Борт, яғни тақта, алшын тілінден аудырғанды борт, тақта деген мағананы білдіре. Егер де құрметті көрімен, сіздер кейнеттен скейтбординг пен айналысатын болсаңыздар, сізге тақта таңдау қажет болады. Ал тақтаны қалай дұрстанны көрек біздің келесі бенез үкімізде. Скейтбординг бұл скейтбордта зырғанап, сонымен бірге әртүрлі түрікті арасалатын экстремалды спорт түрі. Скейтбординг пен айналысатын адамды скейтбордист немесе скейтер деп атайды. Скейтборд тақтайды дека деп аталады. Бұл бүгілген ұштары ноуз және тейл дейінеді. Деканың ұзындығы орташа 80 сантиметр. Оның еңі әртүрлі болады 19-21 сантиметр аралығанда. Скейтбординг 1930 жылдардың соңы, 1950 жылдардың басында суда толқын болмағанда серфинг пен айналысы алмаған калифорниал серферлер ортасында байда болған. Алғашқы скейттар бектілген дөңгелектер бар тақтайлар мен жәшіктер болған. Кейін жәшіктер қазіргезде қолданып жүргендерге оқсайтын престелген әғаш қабаттарының жасалған тақтайларға ауыстырылды. Барлық экстремалды спорт түрлерінің арасында скейтбординг ең қиыны болып езеп деледі. Ол денсауық пен өмір үшін асқанда өкелеге тікелей байланысты. Скейтбординг пен айналысқында жарық аталмау үшін қорғаныс саймандарын ұмытылға және елімеуге болмайды. Әсіресі бұл жаңадан бастаған скейтбордистерге қатысты. Білезі қорғанысы скейтбордистке қажетті сайман. Бұл жат тек алақаның нәзік терісінің ғанайымы сүйіктерді де қорғайды. Көбіне асфальтқа құлағында интуитивті түрде қолымызды жергеттіреп тоқтауға тұрысамыз. Сондықтан жарғалау, созы балу, шығары балу қауіп бір білекті қорғауға жет. Дзекатпен шынтақып, бұл жерде дземен шынтағы үшін ең жақсы қорғаныс, спорт пен медицинады пайдаланыладың фиксатор тектес еластикті шылық бекіту ұнысқасы. Әдеттегі жапсырмаларға келетін болсақ, оларға сенуге болмайды. Себебі олардың әлсіз құрылысы бір-екі қатты ғызалыстан кейін тұрған орынан жылжып кетеді. Шлем. Бұл қорғаныс елеметі суперпластмасыдан жасалынады. Егер баста шлем болса, ол барлық соққының күшін өзіне қабылдайды. Қорғаныс қажет, әрі маңызды. Сол үшін скейтборд сатып алғысы келетін жандырға саймандардың қымбатынан, сапалысынан таңдаған отырыс. Құрметі көрімендер, бүгін сіздер үшін өте сәттігін болмақ, себебі сізді жұмыста мақтауы мүмкін кейінеттен, жаңа дұстартапығыңыз мүмкін тіпті, латареу ұтып алғыларыңыз әбден мүмкін екін. Да, все звезды сегодня щедры, так что ничего сегодня не бойтесь, это ваш день. Ну и сами, конечно же, по возможности, сделайте другому подарок или же приятный, ведь добро всегда возвращается. Овен. Досуг, проведенный в обществе избранника, окажется исключительно приятным. Одиноких овнов может ожидать романтическое приключение, знакомство с интересным человеком. Не обольщайтесь насчет своего избранника, не торопитесь отдавать ему руку и сердце. Телец. Не стоит делать пластические операции и резко менять имидж. Риск обернется провалом и в профессиональной сфере, так что не рискуйте. Вам следует двигаться исключительно известными вам путями. Близнецы. День неожиданностей и сюрпризов. Не ждите их. Меняйте свою жизнь сами, предпринимайте смелые начинания. Делайте то, чего никогда раньше не делали. Дерзайте, и успех станет вашим спутником. Рак. Энергии дня настраивают раков на освобождение от всего ненужного. Хорошо строить уборку дома, проводить в порядок мысли и чувства, избавляться от паразитов. Работа в группе сегодня успешнее индивидуальной. Лев. Этот день просто создан для веселья и радости, для организации праздников. Особенно хорошо устроить праздник, от которого получат радость все члены семьи. От самых маленьких до самых стареньких. Дева. Лучше всего провести этот день в кругу семьи. Полистать семейные альбомы, вспомнить все хорошее. Простить друг другу невольно или вольно причиненные обиды. Будьте внимательны к словам. Если вы не в настроении, лучше промолчите. Весы. Положение планет не способствует быстрому и эффективному выполнению намеченных планов. Это плохая пора для начала любого дела. Поездки, смены места жительства. Скорпион. Есть вероятность перепадов давления и появления бессонницы. Тем, кто склонен к перепадам давления, следует носить с собой лекарства. Примите на ночь теплый душ и молоко с медом. Стрелец. Сегодня именно с личными отношениями могут быть связаны ваши соблазны и ошибки. Не доверяйте своим первым побуждениям, основанным на притяжении к другому человеку. Козирог. Ваш жизненный потенциал будет особенно высоким, и вы без труда сумеете достигать гармонии в любых отношениях. Рекомендуется расслабиться. Ваша высокая энергетика позволит вам быть неутомимым. Водолей. В это время люди издалека вам могут мешать договориться с партнерами. Возможен выбор жестких стратегий в своем бизнесе. Это будет малорезультативное время, когда между вами и начальником может пробежать черная кошка, хотя прежде вы дружили. Воспользуйтесь знакомством с влиятельными людьми для своего карьерного роста и достижения поставленных целей. Рыбы. Вы найдете в любви смысл жизни, если она принесет необходимые нашему темпераменту приключения, острые ощущения и динамику. Сегодня вы можете быть необъективными в своих оценках. Не торопитесь. С приятием важного решения. Брак нежелателен. Есть такие профессии, которые нам порой кажутся скучными. Мы даже задаемся вопросом, что же заставляют людей пойти на такие должности. Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие друзья! В 2008 году император Священной Римской империи Максимилиан I назначил бухгалтером Кристофера Штехера. Функции бухгалтера многообразные. Например, он производит начисления зарплаты, ведет учет материальных ценностей, производит учет себестоимости продукции или налоговых отчислений. Осуществляет расчеты с поставщиками и субподрядчиками. А вот все же интересно, что именно мотивирует современное общество все чаще выбирать эту профессию. В бухгалтерии я вообще выбрала то, что в школе всегда как бы тянулось к математике. С цифрами мне очень нравится работать то, что считаешь постоянно, как бы вроде как не особо устаешь, то, что физического труда как бы нет. Но морально, конечно, выматываешься нормально. Ну, не знаю, как бы профессий разных, конечно, много. Как-то хотелось более экономическую, поэтому выбрал бухгалтерию. Профессия бухгалтера требует большой отдачи. Иногда у молодежи создается впечатление, что бухгалтер – это человек, который ворочает большими деньгами. Однако на самом деле он средствами не распоряжается, а лишь скрупулезно оформляет в документах любые движения материальных ценностей, решения о которых принимает не он сам, а начальство. Анастасия работает бухгалтером уже три года. Она любит свою профессию, но, к сожалению, во всем есть свои недостатки. Сложности составляют в том, что сдача налоговых отчетов, то, что годовой, квартальный, как говорится, высокий уровень IQ не дает уверенности в том, что ты сможешь самостоятельно заполнить налоговую декларацию. В бухгалтерии можно учиться всю жизнь. Сколько не получить высших образований, все равно учишься каждый раз. Потому что какие-то новые ставки выходят везде, везде какие-то изменения в любом случае каждый год, а то и несколько раз в год. Работа бухгалтера вовсе не ограничивается миром актов и балансов. Настоящий профессионал обязан ориентироваться во всем, что имеет отношение к деятельности организации, в которой он трудится, интересоваться экономикой, политикой, отслеживать изменения в законодательстве и постоянно повышать свою квалификацию. Азаматов Дархан У вас приветствует нашу студию. Пожалуйста, расскажите о себе. У вас приветствует нашу студию. У вас приветствует нашу студию. У вас приветствует нашу студию. Вы знаете, что родители, родители, родители? Я согласна. с тем, что ваша профессия все-таки, возможно, интересная, но все-таки она опасная и, конечно же, требует мужественности, храбрости, а также хорошей физической подготовки. Какими видами спорта вы занимаетесь? А вы помните свой первый пожар? Ей-эн бүрінші өртің, мен қатты өрті деп айталымен. Айталым, в 40-й айларында олды, айталымен бүрінші бүтіркелін жана жана. Молодой біз лейтенант и офицер дейді, е-эн бірнші өртің, айталымен кеш жүркісіге түсіммен. Мен, айталымен, үш күн демап, бір көртіңізсіміз. Біра көртіңізсіміз. Рынші өртіңізсім. но не доходите, но не доходите. Я играл в практике. Обратите, что не занимаешься время, spelling, не принимаешься время, то есть опять же стать на депл riflette. И что, мы не хотим, но мы не хотим, но осталось, что мы не хотим. Но мы не хотим, чтобы они не хотят, чтобы они были в голове. Я не знаю, что они всегда читали. Поэтому это шум-то. Причисленные люди. Хотела спросить, к вам поступает звонок. И в течение сколько времени вы должны собраться и... Как же вы говорите, что вам нравится, как вы сами понимаете, что вы не понимаете, что вы не умеете, вы не умеете, атаку. Если вы не помните, что вы сможете помнить, как вы умеете переменять. Наши люди наше знание подошвы, они по-аним. То есть у нас сеансы отец на уровне. У нас уже время и мы должны обучаться отец. Но если мы обучаемся, то мы должны обучаться отец на уровне. В основном, за один минут, мы должны обучаться отец и разъяснить. Мы не можем, чтобы мы не можем, чтобы мы не можем, чтобы мы не можем, чтобы мы не можем. Давайте поговорим о статистике. В какое время суток или года все-таки чаще происходят пожары? Например, мы работали в мягкие сутки и вкусняшки с украшением с grenade. Таким образом, в наших hands помision, при том, что онait в dictionary и не мог, чтобы наш родит импульсоверад. В этом случае息 для тех geçений. У нас все остальные, все остальные, все остальные. Но в крайней мере, у нас есть бани, бани, бани. В ваших испытаниях, как вы были? какого часа вы были? я был в национальной Айтеева и 9 этаж. я был в переходе с электрошетом 15-10 этаж, а там в течение 10 этаж и 10 этаж. я был в течение 20 этаж и люди. я был в течение двух этаж и до 30 этаж. сколько времени вы работали? 7-8 миллиметров. Я жду в феврале. Я говорю, что он будет. Мы были визуцит. Визуцит. Поливай, один. Визуцит. Но ты не знал, что он не знал. Кто материал знал. Мы два машина. Мы работаем с оборудованием. Мы поступали, когда приезжали. Это еще можно делать. Если мы поступаем на это, мы не пришли, а потом приходите за авто колью. Когда нач пошел, мы увидели, что у нас не было. Они были фото аэропорта, когда они были шатыр. В то время, что не было тем, что в последние годы, а которые не будут хранить его в поколе, когда они были в одном месте, А вот когда вы замечаете, что внутри объекта находятся для человека на течении? Первый, что мы с ним живы, мы с ним живы и пожар. В этом году мы с ним живы. Нашим типом тем, что мы с ним живы. Наши люди не могут быть где-то и не имеем. Мы с ним живы. Если мы с ним живы, то мы с ним живы. Дархан Бектурсон, пожалуйста, ваши советы тем, кто хочет стать пожарными спасателями? Дархан Бектурсон, пожалуйста, ваши советы, ваши советы, которые вы получили в этом направлении, И это самая такая вещь. Да и тут нет конца, это не так. У меня это заходок в эмоциях, Умыты бары один, Дархан Мирза, В этом году вы получили медаль, когда вы получили медаль в Казахстане президенту Нур-Султан Назарбайев. Вы получили медаль, в пагоне. В то время вы получили медаль? Вы получили медаль в Казахстане? В 2018 году Куштау Техникул-Изиституты. Мы получили много вопросов. Мы получили медаль, большинство кривще 괜찮ний, но куда вы получили медаль в Казахстане? Взтичkah ценноть к counter Привет. Вы получили медаль в Казахстане. В этом году мы приехали в Астана и мы приехали в Турченши Адак комитет. Мы приехали в Турченши Адак комитет. Мы приехали в Турченши Адак комитет, линия, мы приехали в Турченши Адак комитет. Дархан Бекторсын, мы вас благодарим за очень интересную и содержательную, также полезную беседу. Пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям. Спасибо за просмотр! Пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям. Пожалуйста, ваши пожелания нашим телезрителям. Мен бұл спортпен бала кезімден айналысып келемін. Бұл спорт түріне мені атанам болыған еді. Бүгінде біздің қаламызда бұл спорт түрімен айналысатын балалар саны артып келеді. Алдағы уақытта бұл спорт түрі елімізде қарқынды дамып, спортшыларымыз көптіуімізді көпке желберетеді деген ойдамыз. Бұл ұл қамызда бұл қамызда бұл қамызда бұл қамызды. на велосипеде среди мужчин, который действовал почти четверть века. Его достижения занесли в Кригу рекордов Гиннесса. Смартсмен разогнал железного коня до 280 км в час. Заезд прошел на аэродроме Элвингтон в графстве Норд-Йоркшир. Предыдущий рекорд – 267 км в час. Он принадлежал голландцу Фреду Ромбельбергу. Кэмпбелл для заезда использовал сделанный на заказ велосипед. Он обошелся в 16 тысяч евро. Разогнаться британцу помог Порше, оборудованный специальным приспособлением. Оно защищает велосипедиста от ветра и снижает аэродинамическое сопротивление. Теперь Кэмпбелл мечтает о новом рекорде. Между тем, британцу не удалось побить женский рекорд. Его в прошлом году установила американка Деннис Мюллер Конорек. Она разогналась на велосипеде до 295 км в час. Заезд проходит на дне высыхшего соленого озера Бонневиль в штате Юта, там же, где установил рекорд голландец Ромбельберг. Дорогие телезрители, не забывайте поздравить своих родных и близких, а так же просто передавайте теплые слова жителям нашего города. Мы будем очень рады передать ваши пожелания. Ну а на этом наша утренняя программа «Райлы Танг» подходит к концу. Спасибо, что провели его вместе с нами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...